Первое, что бросается в глаза в Каринском, название «Дом культуры» выложено огромными буквами. Причем слово «культура» начинается с заглавной «К». Это уже навсегда. Навсегда и задача коллектива Каринского КДЦ – быть на высоте, особенно принимая гостей всего района. Мы очень рады, что такое важное мероприятие проходит на нашей исторической земле. Ведь это мероприятие действительно масштабом, будем считать, не только районного, а масштабом всей Руси. Потому что такой праздник, по крайней мере, у нас, Каринское, проводится впервые. Прежде чем открыть фестиваль, председатель Комитета по делам молодежи, культуре и спорту Олег Ломакин под бурные аплодисменты поздравляет руководителей фольклорного ансамбля «Родник» Ларису Авдюнину и Владимира Камышникова коллектив второй раз заслуженно подтвердил высокое звание народного и… Объявляю открытый фестиваль, но прежде чем это сделать, я бы еще хотел предоставить слово нашему замечательному члену жюри. Я думаю, придет такое время, когда мы будем петь, петь так, как это было раньше. Ведь в таком зале ведь можно и спеть, согласитесь. Давайте попробуем. Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня. После такого неожиданного теста и говорить не надо, какие люди собрались в зале. Фестиваль открывает хор ветеранов «Лира». 16-й год бессменными руководителями хора являются Светлана Виноградова и Елена Овченникова. К своим подопечным руководители относятся с нескрываемым уважением и вниманием. Ветераны им отвечают искренней любовью. Атмосфера добра, уважения помогает хористам постоянно выходить в число призеров. Жюри конкурса по-настоящему независимое и профессиональное. Я член жюри однорода, потому что я просто любитель песенного творчества. И поэтому у меня немножечко выше оценка их пения хорового, чем те специалисты, которые музыканты, преподаватели и так далее. На конкурс хоров приехало 8 коллективов. География скромная, представители всего 4 поселений. Жаль, нет мужского хора ветеранов войны и труда из поселка Новоивановское. Впрочем, у каждого коллектива свои изюминки. В Захаровском дебютировала семья кузнеца Григория Тимошенко. 4 года назад супруги познакомились в посольстве Индии. Музыка их связала. Чувствуя песню, ты ее как бы оживляешь и общение с Богом, так сказать, с энергией мира, с энергией природы. Благодаря вообще музыкальному искусству мы и встретились. Благодаря этому искусству возникла семья. Захаровскому хору присуждено третье место. Второй получил хор имени Марии Владыкиной, Ершовского культурно-досугового центра. Хочется отметить большое количество замечательных коллективов, которые представлены в Одинцовском районе. Это очень радует то, что такой певучий район в нашей Московской области. И районный смотр-конкурс хорового искусства проходит уже не первый раз. И хочется отметить хороший рост хоровых коллективов. Выше всяких похвал оценена работа руководителя народного хора Калина, профессора музыки Натальи Ерохиной. Коллектив представляет культурно-спортивный центр «Мечта». Разве забыть, как мелодично и душевно звучала народная песня, в ополе березонька стояла. Нет, что бы ни говорили почитатели шоу-бизнеса, песня русская жива. Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».